Наконец-то Dying Light 2 уже вышло, а это значит самое время вернуться назад и вспомнить, насколько криповой иногда могла быть первая часть. Забегая вперед, скажу, что для игры, в которой ты можешь с разбегу фигачить зомби двумя ногами, здесь, ну, слишком много пугающих вещей. Всем привет, я Никитун, и это семерка локации Dying Light страшнее, чем вы думаете. Пугающего просмотра. А начнем с места проведения задания Огненное лицо, то есть с жилого дома с зомби-детьми. Это одно из самых печально известных заданий в игре, и не зря. Dying Light часто наводит жуть, но обычно все становится гораздо неприятнее, когда вас заставляют уйти с улиц. Ведь тогда вы больше не можете сбежать от зомби с помощью паркура. Вам приходится с ними разбираться. Зачастую в тесных, забитых врагами, избивающих с толку локациях. Короче, задания в зданиях бывают непростыми. И одно из самых жутких зданий это жилой дом, который вам приходится посетить в миссии Огненное лицо. Как и обычно, в этой игре цель задания очень проста, но вот достичь ее совсем непросто. По сюжету вы узнаете, что государство поставило крест на Харане, городе, в котором разворачивается действие игры. И говорит всем, что в Харане не осталось выживших, чтобы можно было разбомбить город, как Раккун-Сити. Так что ваш герой и оставшиеся выжившие разработали план, подать сигнал внешнему миру, взорвав части жилого дома так, чтобы на нем появился здоровенный символ. Проблема состоит в том, что дом, естественно, полон зомби. Еще более противной и запоминающейся ситуацию делают Крикуны. Зомби особого типа. Это буквально зомби-дети. Ужаснее не придумаешь. И все делает только хуже то, что они даже не пытаются на вас нападать. Они просто кричат, что затуманивает ваше зрение, отнимает здоровье и привлекает всех зомби в зоне слышимости. Если вас внезапно подловит Крикун, вас ждут большие неприятности. Разборки с привлеченной ими Ордой определенно попортят вам нервы. Как и тот факт, что вам нужно убить зомби-ребенка. Это всесторонне неприятные зомби. Даже их убийство деморализирует игрока. Ведь Крейн сначала успокаивает их, а потом уже похоже ломает им шеи. Настоящий ужас. Это не единственное задание с Крикунами. Но здесь Крикунов видела большая часть игроков, из-за того, что это одно из основных заданий. В этом доме и так было жутко, но Крикуны просто вывели жуть на новый уровень. Некоторые считают эту миссию самой пугающей во всей игре. На шестом месте мы перейдем от городских пейзажей основной игры к загибающейся сельской местности дополнения The Following. И здесь нас ждет одно из заданий, которые кажутся до нельзя простыми в момент получения. Но в итоге приводят к настоящему кошмару. Ваша цель узнать, что случилось с торговцем травами. Как же это просто звучит. Вы отправляетесь в его домик в горах. Он выглядит заброшенным, но никаких признаков борьбы вы не видите. Однако стоит вам его обойти, как все пойдет по наклонной. В центре комнаты зияет здоровенная дыра, а это всегда дурной знак. Всякий раз, когда какая-нибудь игра заставляет вас спускаться в дыру, вы знаете, что ну ничего хорошего там не будет. Когда и если вы все же решитесь прыгнуть в дыру в Dying Light, вас будет ждать здоровенный короткий туннель, ведущий в пропитанную кровью пещеру. Это совершенно омерзительное место. В нем полно луж с человеческими останками, летают миллионы мух, а подсвечено все тошнотворным оранжевым сиянием. Именно там вы найдете того, за кем пришли. Он стал прыгуном, одним из самых опасных существ в Dying Light. Как только вы положите конец его страданиям, игра посчитает, что вы зачистили гнездо прыгунов. Небольшие локации по типу этой зачастую оставляют в душах игроков неизгладимое впечатление. То, как разработчики превратили кажущееся рутинным задание в неожиданно пугающее, многим запомнилось. И игроки считают его одним из самых страшных. В Dying Light есть сильно выматывающие нервы задания, которые совершенно не обязательно проходить. Например, зона карантина. Несколько этих уникальных локаций разбросаны по всей карте. Они полны полезных припасов. Но обычно в них хватает нежити, и заходить в них очень опасно. Если вы хотите пережить такой визит, вам нужно запастись оружием и патронами, потому что зоны карантина часто не прощают ошибок. Одна из самых пугающих зон ждет вас в старом городе в здоровенном жилом доме. Вы заранее будете знать, что ничего хорошего вас не ждет, потому что весь дом обмотан пластиком. А значит, внутри должно быть темно и полно зомби. И знаете что? Вы совершенно правы. Еще хуже все делает наличие недавно зараженных людей. Ну и как минимум один крикун в зоне тоже найдется. Вас ждет куча врагов. Но даже просто исследовать этот дом страшно. В нем немало запутанных коридоров. А из-за того, сколько в нем близко расположенных комнат, вы постоянно будете слышать чуть ли не всех врагов в зоне. Из-за чего у зомби иногда будет возможность подобраться к вам и внезапно напасть, пугая вас в процессе. Но особенно запоминается играющая в зоне фортепианная музыка. Радио на третьем этаже играет Ноктюр номер 20 Шопена. Западающее в душу произведение, которое придает атмосфере зоны карантина особо пугающий оттенок. Классическая музыка всегда подходит к страшилкам. Если не считать музыки, ничего особенного вас тут не ждет. Это просто сложная локация с гнетущей атмосферой. На четвертой месте случайный дом в дополнении The Following, в котором много чего творится. Большинство игроков, наверное, прошли мимо и забыли о нем. Но, если вас не отвлечет находящаяся здесь пасхалка, вы можете обнаружить в комнате с ней жутковатый секрет. Внутри дом кажется обворованным почистую. Однако, если вы откроете дверь под лестницей, вы найдете явную отсылку Гарри Поттеру. Здесь даже есть шляпа волшебника и очки. Но по-настоящему страшные вещи вас ждут, если вы посмотрите на полочку и провзаимодействуете с черепом. Если потрогать его несколько раз, в доме начнутся странности. Земля начнет трястись, двери закроются, а из потолка вывалит со стороны призрак и нападет на вас. Так называемый призрак не особо и страшен. Но, если вы играете посреди ночи и пугаетесь каждой тени, его неожиданный визит может вас застать врасплох. Забавно то, что хотя это и призрак, его можно убить, как и любого другого врага. Просто запинать насмерть можно. Печальная смерть для призрака, но что поделать. После этой встречи вы не сможете выйти через первый этаж, так что вам придется подняться на второй, где окно закроется, а вас будет ждать второй злой призрак. Разобравшись с призраком, вы можете сбежать через крышу, но до этого вы можете отыскать еще одну жутковатую, но одновременно грустную сцену. Открыв забитую досками дверь, вы увидите труп женщины, которая, вероятно, убила себя в ванной. В мире Dying Light вы постоянно видите смерть, но то, как представлена эта сцена, делает ее особенно жуткой. Тем более после встречи с призраками. Это определенно не самое пугающее место в игре, но оно все равно вызывает тревогу. На третьем месте зона карантина, которая не просто наводит страх естественным образом, а специально изо всех сил пытается напугать игрока. Эту зону добавили в дополнение Cuisine Encargo, и, как и многие жуткие места в игре, она расположена на второй карте игры, то есть в старом городе. Это не самая сложная зона, и к тому же линейная, и не то чтобы забитая врагами, но она отличается от других тем, насколько ее страшно проходить. А если вы не любите, когда вас внезапно пугают, вам тут точно не понравится. Вы сразу понимаете, что тут будет невесело, потому что заходите через подвал, в котором кто-то повесился. Когда вы поднимаетесь в главный ресторан, он кажется пустым, но внезапно зомби падает на пианино и будет всех остальных врагов в комнате. Уникальным это место делает то, как она использует кажущихся мертвыми зомби, чтобы вас удивить. Трупы оживут только после того, как зомби упадет на пианино. До этого их атаковать нельзя, и если вы играете в наушниках, вам будет весело. Пройдите по лестнице, и пара зомби оживет и попытается схватить вас за лодыжки. Зайдите в туалет и попробуйте открыть одну из кабинок, и оттуда вывалится зомби и повалит вас на землю. А когда вы попытаетесь подобрать набор помощи при чрезвычайных ситуациях возле забаррикадированного прохода, рядом оживет еще один зомби, а дверь начнет трястись так, как если бы через нее пытались пробиться. И, наконец, открыв лифт, вы наткнетесь на крикуна, который сразу же оповестит всех зомби в округе о вас. В этой зоне сюрпризы никогда не заканчиваются, а чтобы вам жизнь медом не казалась, игра еще и каждый раз подает неприятный пронзительный звук, когда вас что-нибудь пугает. Нельзя сказать, что вас пытаются напугать каким-то изощренным образом, но даже используемые игрой методы порой срабатывают. А теперь второе место с необычным поворотом. Это жуткое задание, где нет зомби. Сначала вы получаете сообщение от союзников о том, что они слышали странные призывы о помощи издания фан-зоны. Ее построили для подготовки к соревнованиям, которые должны были пройти в Харане. Это здание сильно выделяется на фоне остальных, ведь это одна из немногих современных локаций, которые можно посетить в игре. И современность здания сильно контрастирует с его содержимым. Ведь, прибыв на место, вы найдете лишь трупы. Целую кучу трупов. Эта часть миссии вселяет в игрока страх. Вы прекрасно знаете, что что-то плохое скоро произойдет, но понятия не имеете, что это будет. Найдите ключ-карту, заберитесь в студию и вы обнаружите источник призыва о помощи. Это ноутбук, проигрывающий сообщение снова и снова. Как только вы его выключите, вы узнаете, что происходит в фан-зоне на самом деле. Оказывается, психопат использует сообщение, чтобы заманивать людей в здание и охотиться на них забавы ради. Теперь вам придется слушать его бредни, пока вы пытаетесь выбраться из здания. И, естественно, единственный выход оказывается ловушкой. Если вы зайдете в лифт, вас там попытаются убить. Но вы можете вылезти через люк и пробраться по вентиляции. Психопат продолжит бредить и даже стрелять по вам. Но как только вы выберетесь из вентиляции, вы сможете сразиться с ним по-честному. Разобраться с ним на самом деле несложно. Этот противник не сильнее обычных бандитов, с которыми вы на момент посещения фан-зоны уже не раз сражались. Но его все равно очень приятно победить, учитывая, что он серийный убийца. Это очень напряженное, интересное и запоминающееся задание. И тот факт, что в нем нет зомби, заслуживает дополнительного внимания. И, наконец, на первом месте не какое-то определенное место, а задание. Если бы мне нужно было выбрать самое страшное место в Dying Light, я бы сказал, что этот вопрос с подвохом. Потому что ответ – да везде. Ведь большинство игроков ничто так не пугает, как ночной харан. Не важно, где вы находитесь. Если вы ночью на улице, особенно если это ваша первая ночь, это серьезно напрягает и выматывает нервы. Местами просто буквально ничего не видно. И на вас постоянно охотятся кошмарные прыгуны, невероятно сильные и быстрые. В самом начале игры вы можете полностью избегать ночных вылазок, если хотите. Но задание воздушной груз заставляет вас выбраться на улицу ночью и понять, насколько это часто заставляет биться ваше сердце. В этом задании нужно собрать жизненно важные для жителей башни припасы из воздушного груза, сброс которого как нельзя кстати запланирован на вечер. Все задание – это гонка против времени, в которой вы с ужасом осознаете, что вы застряли на улице после захода солнца. Вы находите первый груз, но до него уже добрались бандиты. А когда вы добираетесь до второго, на город уже спустилась тьма. И вот тогда вас ждет, вероятно, самый страшный момент в игре. Вы смотрите через щель в заборе, когда внезапно в вашем поле зрения появляется прыгун и кричит на вас. Теперь вам нужно быстро бежать, чтобы у вас были хоть какие-то шансы выжить. Попытки сбежать от врагов ночью – это совершенно ужасный опыт. Когда у вас включен фонарик, вас все видят, а без него трудно разглядеть, что у вас под ногами. По крайней мере, игра показывает прыгунов на миникарте. Но мне кажется, что это делает ситуацию только напряженней, как детектор движения в играх про чужих. Чтобы выжить на этом задании, вам придется красться по городу в темноте. Тогда как к вашей позиции постоянно и непреклонно будут подбираться практически неуязвимые монстры. Они всегда знают, где примерно вы находитесь, даже если вас не видно. Добраться до башни непросто, но как же это чертовски приятно. Вас ждут литры адреналина. Цикл дня и ночи – это одна из самых интересных механик игры. Ведь наступление ночи делает любое действие полным напряжением. Но ночью можно получить дополнительные очки опыта и дополнительные припасы. Так что игрок может рискнуть и отправиться за ними. Однако некоторые игроки все же напрочь отказываются выходить на улицу ночью в Dying Light. И их трудно винить, ведь там реально жутко. Хэй, ребята, в какие самые криповые места заводила Dying Light вас? Может быть уже прошли вторую часть и вам есть что рассказать? В общем, буду ждать ваши рассказы в комментариях под видео. Не забывайте про палец вверх, конечно же подписку на канал, ну и остальное сами знаете. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.